В четыре спортроты, которые дислоцируются в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Самаре, будут призваны 208 новобранцев. Многие из них будут защищать честь нашей Родины и Вооруженных сил Российской Федерации на шестых всемирных военных играх, которые пройдут с 28 сентября по 13 октября в Южной Корее. Армейские спортсмены сразятся в 17 видах спорта. Войдет ли в состав команды новобранец Кирилл Горшенин, неизвестно, но десятилетние занятия греко-римской борьбой и успехи в спорте уже позволили ему вступить в ряды ЦСКА. Чтобы выступать на Олимпийской арене, и день присяги этим ребятам запомнится навсегда. Во-первых, это ответственность не только за себя, за честь клуба, за честь страны, и также и за ребят, потому что все переживают. Это ответственный момент, и все гордятся, что они попали в состав ЦСКА. За 92 года армейскую спортивную школу прошли более 400 тысяч спортсменов. Воспитанники спортивных род представляли нашу страну на соревнованиях самого высокого ранга. Все это время они выходили под флагом ЦСКА. Спустя полвека Центральный спортивный клуб армии получает свой значимый символ нового российского образца. Под этим флагом вам предстоит вершить славу России. Так, как это делали ваши предшественники на фронтах Великой Отечественной войны. Отстаивая независимость родной земли. Как это делали армейцы на Сочинской Олимпиаде, завоевав больше половины наград сборной и обеспечив ей первое место. Поздравляю вас от имени правительства с сразу тремя замечательными событиями. Вручением флага нового образца российского флага Центрального спортивного клуба АМИ. Приведением присяги нового пополнения спортивных род и присвоением очередных воинских званий нашим чемпионам. Честь носить новые погоны получили подполковник запаса Алексей Немов. Ему присвоено звание полковника. Капитаны Елена Исенбаева и Алексей Мишин теперь носят звание майоры. А старшему лейтенанту Анне Чичеровой присвоено воинское звание капитан. Конечно, благодарен своему клубу ЦСКА, министру обороны Сергею Кузьгетовичу за то, что доверили мне такое звание. И стараюсь нести его достойно. В общем-то, ура! Спасибо большое всем. После того, как Алексея Немов присвоили полковника, да, есть к чему стремиться. Я думаю, все еще у меня впереди. Я просто горда, я рада быть спортсменкой ЦСКА. Я безумно счастлива получить очередное воинское звание. Теперь я майор. И вообще хочу выразить огромную благодарность министру обороны Сергею Курбетчу-Чайгу за поддержку армейского спорта, за его развитие и воскрешение. Что хотите пожелать вам, брат? Любви к родине огромной и гордости за свою страну, силы, мужество охранять границы. Легендарные спортсмены и тренеры ЦСКА приняли участие в церемонии принятия воинской присяги, после чего новобранцы прошли парадом по главной площади Олимпийского парка. Двух, три голодармии, главное свое качество, постоянное стремление к победе. Охранять границы новобранцы весеннего призыва спортивных род ЦСКА будут в течение года. Прохождение военной подготовки немного отличается от стандартной службы. Система спортивной подготовки не прерывается. Максимальный акцент ставится на улучшение спортивных результатов. Все военнослужащие спортивных род являются членами сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта. Все молодые люди, достигшие 18-летнего возраста и выше, претендующие на олимпийское золото, на мировые первенства, идут с удовольствием служить спортивной роты. Лучшие из лучших из них сегодня стояли в строю и принимали воинскую присягу. Уверен, что в недалеком будущем мы увидим их на виде сталок крупнейших соревнований в мире. И не случайно Сочи стал местом проведения торжественной церемонии и принятия новобранцев в ряды спортивных род. Именно здесь, на медальной площади Олимпийского парка, это очень весомое, очень значимое событие. Ну и, конечно, мы как город, который сегодня имеет возможность проводить события любого масштаба, в том числе мы готовы принять и военные игры. Мы тоже являемся претендентами. Сочи – главный кандидат на проведение зимних всемирных военных игр 2017 года. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.